Каждая капля воды в буквальном смысле на счету у Гульжихан Кадырбай Казы. Привычное журчание воды в кране крайне редко слышат в этих домах. Каждый день после работы люди торопятся домой, но не побыть в кругу семьи, а поскорее набрать воды из-под крана до момента, пока её отключат или исчезнет напор. Жители лесной поляны в буквальном смысле выживают и не могут воспользоваться элементарными благами цивилизации. Ежедневная наша проблема – это вода, перебои с водой. Люди приходят с работы, вечером воды нет. Жители покупают воду в баклажках, запасаются. Машинки стиральной не работают, кушать не приготовишь, детей не искупаешь. Эту воду из-под крана мы перестали пить, она техническая, непригодна для людей. Поэтому и приходится запасаться питьевой водой. Помимо проблем с питьевой водой, есть и ряд других. Жители не могут добиться от КСК качественной работы. Мусор, говорят, не убирается, в каждом подъезде грязь и вонь. Дороги лесной поляны не чистят от снега, не посыпают противогололедной смесью. Появились в подъездах разносчики инфекций – мыши и крысы. Мыши бегают с первого этажа по пятый этаж, не убирают подъезды, грязно, канализации воняет. Зимой это очень вообще, даже слов нету сильно. Представители КСК явно не были готовы к встрече с журналистами. При виде съемочной группы начали закрываться все двери. Сотрудники, откровенно говоря, хамили. Как утверждает инженер кооператива Ерланджа Икбаев, проблем нет, все работает в нормальном режиме. Вода относится к компетенции того, к вообще коммуналды. Какую воду они подают, значит, такую воду мы подаем в квартиру. Требуемого на опору воды не было. Потому что в те дни, когда стихия вышивала, значит, отключали свет. У них уровень воды в скважинах упал. Ну или там емкости у них какие-то, я не знаю. Снег во дворах убираем мы. В этом году, сами знаете, не бывало снега, правильно? По Акмолинской области видели, наверное, и по всей Астане. У нас все, слава богу, нормально. Акимат Селеноградского района отказался комментировать данную ситуацию. И пока управляющие органы пытаются разобраться, кто и за что отвечает, продолжают страдать обычные люди, которые периодически сидят без света, воды и тепла. Кира Канеболоцкая, Нурлан Утигенов, телеканал Алматы из Акмолинской области. Кира Канеболоцкая, Нурлан Утигенов. Продолжение следует...